Добрый день, мои дорогие! В эфире изо-студия имени Степашкина и ее преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна. Сегодня, дорогие ребята, мы проведем абсолютно такой практический мастер-класс, который будет полезен и родителям, и абитуриентам, и нашей детской изо-студии. Это мастер-класс о том, какие графические материалы необходимо подготовить для занятий по академическому рисунку или же для вступительных экзаменов в художественное училище. Он такой абсолютно практичный, и при этом я вам расскажу некоторые тонкости. Итак, смотрите, что касается родителей, которые приходят к нам в мастерскую и помогают детишкам прикрепить бумагу к мольберту. Есть такая тонкость. Смотрите, когда вы берете скотч и прикрепляете его, ну вот, скажем, вот это уголок мольберта, прикрепляете скотч прямо в край листа, это не совсем правильно, потому что, когда у ребеночка еще несовершенная координация, при откреплении такого скотча он может просто вот таким образом, как бы случайно порвать уголок бумаги. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, что когда вы маленькому ребенку прикрепляете лист к мольберту, желательно захватывать вот так узкой полосочкой 5 мм бумаги, и остальное вы вот так вот аккуратно прикрепляете на мольберт или планшет. И эту операцию мне хотелось бы, чтобы вы повторили вот так вот всю с четырех сторон. Вот видите, да? При этом, значит, у нас не повредится уголок, потому что если это происходит, вот грубо говоря, то есть вот какой-то уголочек у нас на детской работе разрывается, то потом, честно говоря, подмонтировать на выставку такой ободранный рисунок очень сложно. То есть, как правило, он априори перестает участвовать в наших выставках. Я думаю, да, что вот крепеж примерно понятен. Дальше, смотрите, мне хотелось бы коснуться тех графических инструментов, которые необходимы уже для детей и взрослых студийцев, и также поступающих в колледжи и вузы. Это вот такой вот небольшой набор, о котором я сейчас расскажу подробнее. Итак, смотрите, абитуриенту или нашему студийцу обязательно потребуется вот такой вот канцелярский резак, или вот они еще бывают вот такие вот с самозадвигающимся лезвием. А это, естественно, вы должны понимать, что это где-то с возраста 13 лет, потому что для маленьких совсем детишек такие резаки могут быть опасны. Дальше, нам для экзаменов или для занятий по академическому рисунку потребуются карандаши графитные разных мягкостей. Они продаются иногда вот в таких очень хороших, удобных наборах. B3 – это мягкость. Она бывает B, B2, B3 и так далее. Доходит до 12B. И также есть карандаши с маркировкой H или T. Это как бы идет твердость в другую сторону, то есть H, H1, H2, H3. Но их мы используем значительно меньше. Значит, про резак я сказала, про графитные карандаши сказала. Теперь очень важен и эффективен вот этот вот, он такой старинный, конечно, у нас удлинитель карандаша, уже такой потертый. Вот, но удлинитель карандаша очень важен и эффективен, когда мы начинаем наши сквозные промеры конструкции гипсов. И мы берем наклоны уходящей плоскости, и именно вот такой вот длинный карандаш, который становится длинным, удлинителем, он очень удобен и хорош при этих измерениях. И коротким карандашом, вот грубо говоря, что если вот он становится, коротким карандашом и штриховать уже получается неудобно. Дальше иногда, не во всех случаях, но такие бывают, мы применяем вот такую вот растирку для графита. Да, вообще этот набор, он позиционируется как стейки силиконовые для лепки, но мы ими иногда, в редких случаях, где-то в глубоких тенях, вот графит растираем. Дальше обязательно ластик-клячка. Он продается в таких чемоданчиках. Объясняю, для чего он нужен. Если вдруг студийц где-то, грубо говоря, перетемнил фон, да, вот где-то он с ветрозлом или контраст перетемнил. Соответственно, клячка помогает выбрать фон, но при этом она способна сохранить шаг штриховки. Вот. То есть вот таким образом можно выбрать какие-то переходы, растяжки, нюансы, полутона или рефлексы. Например, у вас лежит очень четкий рефлекс от белого на какой-то черной столешнице. Дальше. Ластики. Ластики желательно покупать крошащиеся, типа Кахинора или очень хорошие ластики в Фабер Кастел. И при этом я всем рекомендую ластик разрезать по диагонали. А для чего это важно? Вот такой вот диагональный ластик, он может очень аккуратно сделать грань на кубе, на какой-то четырехгранной, например, пирамиде, да. То есть вот этот острый кончик, когда ластик разрезан по диагонали, позволяет выбирать ластиком такие тонкие линии, направляющие, да. Поэтому очень многие преподаватели говорят, что у художника три инструмента рисования. Это ластик, клячка и, соответственно, карандаш. Мы должны с вами воспринимать стерку не просто, как она удаляет тон, а это тоже является инструментом рисования. Вот. И один из последних инструментов, он появился, собственно, сравнительно недавно. Это так называемый ластиковый карандаш, который еще иногда делают вот с такой вот замечательной кисточкой. Причем эффективные оба, да, обе окраины. Вот. Соответственно, ластик, карандаш тоже позволяет как бы почти рисовать ластиком. Он стирает определенные такие тонкие просветы. А кисть, кисть здесь важна почему? Потому что, смотрите, когда у нас набран какой-то уже большой тон штриховки, то есть это 5-6 проходов, да, и мы что-то начинаем стирать, от ластика образуются вот такие вот ошмёточки. Вот видите, да? И иногда пальцами можно оставить жировое пятно на бумаге, и оно может испортить всю работу. Чем больше вы стираете, и чем больше у вас остается вот таких вот остатков ластика, тем важнее вот так вот аккуратненько вот эти вот остатки смахивать кистью. Значит, это всё, что я хотела рассказать об инструментах. И теперь я в заключении покажу, как профессионально, ну, художники, графические художники затачивают карандаши. Вот, смотрите, на выходе после заточки наш карандашик должен смотреться вот такой вот очень острый, достаточно такой тонкой, словно бы пикой Дон Кихота. Но как этого добиться? Значит, посмотрите, вы держите карандашик в одной руке, резак в другой, и вы как бы не пытаетесь, там, не знаю, нарубить дрова, заточить топор, да, а вы вот так вот аккуратненько, большим пальчиком вдоль тела карандаша аккуратненько направляете лезвие, никуда не спешите. Ну, давайте вот я сейчас вот так вот его как бы специально поломаю, да, мы... Вот, и, значит, вот, посмотрите, вы постепенно начинаете снимать вот таким образом вот эту вот деревянную часть, да, направляя большим пальцем лезвие карандаша. Вот. Четко вот такое, вот такое вот движение, вот видите, вперед-назад аккуратно. Вот, вы направляете большим пальцем лезвие, и уже ближе к концу заточки вы вот аккуратненько начинаете снимать часть грифеля, потому что грифель то же самое, он необходим, такой острый и несколько колющий. Вот это у нас мягкость карандаша HB, соответственно, карандаши с мягкостью B, они затачиваются даже, ну, еще, еще немножко проще. То есть грифель снимается очень хорошо, и он становится более острым. Вот, вот таким образом происходит, как длинное копье. У художников должны быть карандашики. Я думаю, что примерно понятно. Видите, да? И кончик можно даже еще поострее. Здесь мы вспоминаем про удлинитель. Потому что на самом деле, на занятиях, графитные карандаши становятся короткими достаточно быстро. И здесь уже подключается удлинитель. Смотрите, я специально взяла планшет. Для чего? Для того, чтобы было понимание, что штриховать, в общем-то, горизонтально, это достаточно неудобно. Но когда у вас идет плоскость наклонная, вот, шаг штриховки, ее резкость и ее структура, вот, они уже становятся такими более правильными. Вот, видите, да? Шаг штриховки в одном направлении. Об особенностях штриховки я вам расскажу в следующих видео. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И всего вам всего-всего-всего-всего хорошего. До встречи.